Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Согласно информации от 18 июля от информационного агентства ТАСС, Министерство промышленности и торговли России объявило, что Уральский танковый завод, входящий в состав Российского государственной технологической корпорации, поставил партию новых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М. Для российской армии тот же день. В сообщениями «Пронторга» говорится, объем производства Уральского завода увеличился более чем в три раза за прошедший год. Завод поставил новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М, которые очень хорошо себя зарекомендовали в войсках. Агентство ТАСС также сообщило, что модернизированная версия танка Т-72Б3М имеет новую защитную конструкцию, а его живучесть была значительно повышена. Боевая эффективность Т-72Б3М, особенно в условиях боевых ситуаций с противотанковым оружием, была значительно улучшена. Танк Т-72Б3М также оснащен новой системой управления огнем «Сосна-У», обладающей возможностью автоматического сопровождения целей и значительно повышающую точность огневой мощи. Этот тип танка также оснащен 125-мм пушкой с увеличенным ресурсом ствола, а сбоку установлена динамическая защита «Реликт». Основным боевым танком Т-90М является самая передовая модель в серии основных боевых танков Т-90, и он, по словам издания ТАСС, наиболее подходит для современных боевых действий. Т-90М имеет новую башню и отличается от других танков в серии Т-90, двигателем мощностью 1130 л.с. и может уничтожать цели в радиусе 5 км. При этом преимущество Т-90М проявляется в обмене данными в режиме реального времени с другими боевыми машинами. Также издание ТАСС сообщило в другом сообщении в тот же день, что источник в российско-оборонно-промышленном комплексе сообщил, что южный класс под российской армией недавно использовал в бою несколько основных боевых танков Т-14 «Термата». Источники сообщили, что Т-14 довольно активно участвовал в боевых действиях, но позднее был отозван с линии фронта. Другой источник издания ТАСС также сообщил, что танки Т-14 уже находятся на вооружении войск Южного военного округа. Там проводятся с ними необходимые испытания. Как и Т-90М и Т-72Б3, танк Т-14 «Термата» был разработан и произведен уральским заводом. Впервые он был показан на Красной площади на военном параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В 2019 году были проведены предварительные испытания. На танке Т-14 также используется необитаемая башня, и все три члена экипажа размещены в изолированном бронированном отсеке в передней части корпуса машины, что значительно повышает живучесть экипажа в бою. Ну а также интересно узнать ваше мнение. Какой из этих танков, по вашему мнению, является наиболее современным и эффективным? Напишите почему. Буду рад услышать и увидеть ваши комментарии под этим видео. Ну а на этом выпуски от канала Топарми не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а также не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании к канале. Так что переходи на вкладку канала и ищи ссылки на эти источники. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok